Книга «Открытым оком», 15-й том, тема «Потеряевка». Вопрос, 2983. В Потеряевке живут только верующие. Проходит время, человек много переоценивает. Не жалеет ли те, кто поселился там, что жизнь проходит мимо них? Как? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Кто жалеет, может уехать. И уехал уже. Жизнь мимо них не проходит. Они живут там полноценной жизнью. Прямая речь. Я родилась в Рубцовске, в семье, в которой никогда не произносилось слово «Бог». Никогда не разговаривали о вере. Отец был коммунистом. В школе, как и многие в то время, была октябренком, пионеркой, комсомолкой. В классе всегда была на руководящей должности. Сначала звеньевой, затем председателем совета отряда, а в старших классах консоргом. Все, что происходило в то время в обществе, я принимала как должное. Доверяла полностью тем, кто руководил страной и учил народ, как жить. После школы я поступила в Алтайский государственный университет. При университете была школа бальных танцев «Аллегра», в которой я занималась с первого курса, так как еще учась в школе посещала танцевальный кружок, и решила не оставлять этого занятия в университете. Моим партнером был студент политехнического института, который пришел недавно за службу из ряда Советской Армии. Он учился на втором курсе, я на первом. По словам нашего руководителя бальных танцев, мы были лучшей танцевальной парой. Репетиции проходили три раза в неделю, в 7-19 часов. Как-то раз я уже была на третьем курсе, когда мы с моим партнером пришли на репетицию, он заметил объявление о том, что в университете в 19.00 будут проходить занятия по изучению Библии, по толкованию святых отцов. Его сразу заинтересовало это объявление. И он, решив не ходить на репетицию, так как время совпадало, пошел на занятия к Игнатию Лапкову. Это очень часто было так, что репетиции, занятия по Библии совпадали. А мой партнер все время выбирал изучение Библии и меня постоянно звал с собой. Я очень долго сопротивлялась и даже обижалась, что он с такой ревностью стал ходить к Игнатию Тихоновичу. Потом все чаще и чаще в беседах со мной Игорь, мой партнер и будущий муж, рассказывал мне о том, что слышал на занятиях от Игнатия Тихоновича. О Боге, о душе, о вере в Библии, о Библии. Мое сознание было перевернуто с ног на голову. Я очень осторожно стала прислушиваться, но все мое внутреннее я кричала, этого не может быть, Бога нет. Постепенно я стала задумываться обо всем, что происходит, как, для чего, о сотворении мира, о душе, о смысле жизни. И, наконец, решилась сходить на занятия для того, чтобы разрешить накопившиеся вопросы и услышать своими ушами на них ответы. Но задать вопросы мне не пришлось, потому что я была поражена тем, откуда этот человек, которого я вижу впервые, знает все, о чем я хотела его спросить, и дает ответы на мои незаданные вопросы. В тот день, это было в феврале 1991 года, я поняла, что смысл, цель моей жизни – спасти душу свою. С того дня я почти не пропустила ни одного занятия по изучению Библии. Каждое занятие было откровением Божьим для меня. Я читала Библию и чувствовала неизъяснимую силу каждого слова. Я поверила, что Христос умер за меня. Чуть позже с Игорем мы зарегистрировались в браках в ЗАГСе, ушли с ним из бальных танцев, подали заявление на крещение. 7 июля 1991 года приняли крещение в поселке Потеряевка. А 21 июля 1991 года поменчались. Это было первое венчание в поселке. Венцы нам сплели из цветов. По окончанию университета в июле 1993 года приехали жить в поселок Потеряевка. Благодарю Бога, что он помог мне обрести веру, друзей во Христе, духовных отцов. Слава Богу за все! 2 февраля 2006 года. Барабаш Елена Анатольевна Литвинова. Телефон 905-924-96-98. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова